Привет, меня зовут Вадим Дихомиров, я пишу про MMA для сайта MatchTV.ru, комментирую бои для UFC TV и в формате коротких роликов с общим названием Round предлагаю обсуждать какие-то интересные вещи, случившиеся в смешанных единоборствах. И случилось так, что два спортсмена из России, начинавших в боевом самбо, оказались, если не лучшими, то одними из лучших в двух топовых промоушенах в двух разных десятилетиях начала 21 века. Я говорю про Федора Емельяненко в Прайд и Хабиба Нурмагомедова в UFC. И тут кажется интересным просто сравнить их карьеры и сравнить уровень их оппозиции. Да, мы можем говорить про то, что карьера Хабиба еще не закончена, мы можем говорить про то, что в легком весе больше конкуренции, что Хабиб выступает в промоушене, где есть допинг-контроль. Но одновременно с этим мы, например, можем сказать, что карьера Федора за пределами Прайд выглядит убедительнее, чем карьера Хабиба за пределами UFC. Мы можем сказать, что в Прайд, может быть, и не было внеплановых допинг-тестов, но опять же, из всех, кто выступал там, такое ощущение, что от отсутствия допинг-контроля соперники Федора выиграли гораздо больше, чем сам Федор. Ну и, наконец, если говорить о том, что в тяжелом весе не такая высокая конкуренция, как в легком, ну давайте признаем, что в тяжелом весе все-таки гораздо больше шанс проиграть случайно от того самого случайного удара. Что еще нужно проговорить? Серия Федора – 28 побед и 9,5 лет без поражений. Беспроигрышная серия Хабиба – 28 побед и 11,5 лет без поражений. Пару соперников я расположил не по порядку, а по наличию каких-то точек пересечения у них. Ну и давайте приступим. Сэмми Шилд и Эдсон Барбоза. Шилд был выше Емельяненко на 28 сантиметров и тяжелее примерно на 25 килограммов. Являясь одним из лучших атлетов в кикбоксинге, он не смог стать опасным ударником в ММА. Проиграл почти все бои серьезным оппонентам. Эдсон Барбоза, напротив, наверное, один из самых опасных ударников в легком весе в UFC. Перед боем с Хабибом он проиграл только Тони Фергюсону, но и Сэмми Шилд перед Федором Емельяненко проиграл Джошу Барнетту. Хиз Хиринг не добивался больших успехов в любительских дисциплинах, но занимался борьбой, эпизодически самбо и осваивал ударную технику. То же самое можно сказать и про Эла и Квинту. Нюанс в том, что Еквинта не должен был драться с Хабибом и узнал про бой за сутки до начала. С другой стороны, Хиринг и Федор дрались в 2002 году и вряд ли могли в то время серьезно готовиться друг к другу. Бой Хиза Хиринга с Федором остановил Доктора, а бой Хабиб и Квинта стал самым длинным боем Хабиба в UFC. Антонио Родриго Нагейро и Рафаэль Досанес. Нагейро считался сильнейшим тяжеловесом мира на момент боя с Федором и такого поединка явно не хватает Хабибу. Эффициент на Емельяненко был в тот день 2,8. Рафаэль Досанес пока может считаться самым опасным из всех оппонентов Нурмагомедова, так как после их поединка Досанес без поражений дошел до чемпионского пояса UFC. Казуюки Фуджито Камал Шаларус. Фуджито тот самый боец из популярного видео, где он попадает Федору в висок и Федора начинает шатать. Правда, уже через 110 секунд Федор заставляет соперника сдаться. Камал Шаларус приветствовал Хабиба в первом бою в UFC и не смог произвести впечатление в том поединке ни на зрителей, ни на Хабиба. Гарри Гудридж Тиаго Таварас. Гарри Гудридж участвовал в первых турнирах UFC, но до карьеры в ММА был более известен как армрестлер и сварщик по совместительству. Гудридж становился чемпионом Канады по боксу, но, как сам признается, в кризисный год для канадского бокса и к удивлению всех своих знакомых. Тиаго Таварас начинал с дзюдо и джиу-джитсу, шел на серии из 12 побед в ММА, а после боя с Хабибом проигрывал довольно серьезным оппонентом Брайану Артеги, Духу Чою, Исламу Мамедову и Рашиду Магомедову. Марк Колман и Глейсон Тибау. Марк Колман первый чемпион UFC в тяжелом весе и считалось, что именно он сделал популярным стиль граунд энд паунд, который потом сделал популярным Федора Емельяненко. Серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Колман переводил своих соперников и бил их на земле. Федор дважды победил его болевыми приемами. Я дрался со стеной. Глава в книге Хабиба про бой с Тибау. Считается, что это один из самых сложных боев в карьере Нурмагомедова. Тибау был очень большим для легковеса и остался единственным соперником, кого не смог повалить Нурмагомедов. Перед боем с Хабибом Тибау победил Рафаэля Дос Аньоса. Кевин Рэндлман и Майкл Джонсон. Рэндлман, соперник Федора и Джонсон, соперник Хабиба неожиданно оказались одного роста – 178 см. Хотя Джонсон впоследствии спустился в 66, а Рэндлман весил 103 кг в бою с Федором. Оба начинали с борьбы. Оба хорошо начинали поединки. Рэндлман бросил Федора прогибом и сломал ребра, а Джонсон, со слов отца Хабиба, стал первым, кто проверил челюсть Нурмагомедова с двух сторон. Статистика Джонсона сейчас 19-16, у Рэндлмана на момент смерти была 17-16, то есть почти одинаковая. Оба побеждали ключевых соперников Федора и Хабиба. Кевин нокутировал Мирка Крокопа, а Майкл Джонсон остановил Тони Фергюсона. Пэт Хилли на Оя Огава. К моменту боя с Хабибом Хилли побеждал Карлоса Кондито, Дэна Харди и Пола Дейли, но и накопил довольно много поражений. Огава еще раз доказывает, что база в классических единоборствах, а он серебряный призер Олимпийских игр в дзюдо, не так много дает в ММА, как привыкли думать. Из топовых дзюдоистов в ММА пока выделяются Ронда Роузи и Кайла Харрисон, хотя кроме них пробовали себя минимум два олимпийских чемпиона, Павел Настула и Сатоси Иси, и практически ничего не добились. Суёши Косака и Эйбл Трухиллион. В этих боях Федор и Хабиб образцово перемололи своих соперников. Федор мстил за первое поражение, Косака нанес запрещенный удар локтем, и Емельяненко сняли с боем. А Хабиб дрался с травмой колена, поэтому не сделал вес, а в бою сосредоточился на бросках. Возможно, у Косаки чуть больше значимых имен в списке побед. Морис Смит, Михаил Илюхин и ничья с Антонио Родриганой Гейтой. Мирка Филиппович, Конор Макгрегор. Ну и, в общем, самые-самые главные оппоненты в карьере каждого из них. Оба занимались футболом и боксом. Оба пока остаются главными соперниками в карьере каждого, и на этом их сходства заканчиваются. Да, Конор стал чемпионом UFC в легком весе, но в том бою Хабибу было стыдно за Эдди Альвареса, как мы помним. За 30 минут до боя с Конором Нурмагомедов разговаривал с друзьями по фейстайму. Бой Мирка Филипповича и Федора Емельяненко считается одним из важнейших в истории ММА. Крокоп объективно выглядел главной угрозой для Федора, но, что интересно, его шансы в бою букмекеры оценили примерно так же, как и шансы Конора Макгрегора в бою с Хабибом. Коэффициент был 2,7. Даррел Хорчер и Зулу Зиньо Хорчер принял бой с Хабибом за 9 дней до поединка. Зулу Зиньо сказал, что у него было 14 дней на подготовку к Федору. Перед этим оба шли на хороших сериях, но с неизвестными соперниками, и, очевидно, это бойцы с самыми скромными спортивными достижениями в этом списке. Зулу запомнится так же, как самый тяжелый оппонент Федора. Марк Хант, Дастин Пуарье У Марка Ханта компрометирующий рекорд в ММА – 13 побед, 14 поражений, но Хант прошел через почти всех топов своего веса. Перед боем с Федором побеждал Вандерлея Силлу и Мирка Филипповича, а через 12 лет после боя с Емельянин кадрался в главном бою первого турнира UFC в России. Дастин Пуарье в статусе временного чемпиона UFC провел, возможно, лучшую подготовку среди всех соперников Хабиба Нурмагомедова, побеждал Макса Холлоуэ, Энтони Петтиса и Джастина Гейджа и продержался на один раунд меньше Конора. На этом все, я старался как мог не высказывать свою личную оценку кого бы то ни было из оппонентов Хабиба и Федора. Если вам интересно, вы можете воспринимать это как 12-раундовое противостояние и в каждом отдельном случае говорить или определять для себя, кто вам кажется более крутым оппонентом. И у себя в инстаграме Тихомиров нижнее подчеркивание Мумэй, я запущу голосование в сторис, вы можете прийти туда и проголосовать, ссылка будет в описании. Спасибо, что смотрели, пока.